Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире первого мытищинского программа «Диалог с властью» и я, ее ведущий, Андрей Латынцев. Сегодня поговорим о том, как благоустраивается наш городской округ и, в частности, как развивается микрорайон Пироговский. И гость нашей студии, исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин. Алексей Юрьевич, здравствуйте! Добрый вечер! Что хотелось отметить, первое у нас основное событие, это в конце года завершилась реорганизация. Было объединено два территориальных управления, это МКУ ТУ Мытищинский и МКУ ТУ Пироговский. Сегодня это объединенная структура, называется МКУ ТУ Пироговский и включает в себя 48 населенных пунктов. Территорию, которую мы обслуживаем, это территория составляет 215 квадратных километров. На территории зарегистрировано 27 тысяч жителей и постоянно проживающих еще около 30 тысяч. Но мы знаем, что сегодня сельские территории, возможность проживания в индивидуальных домах востребована в связи с пандемией. И прирост населения у нас, можно сказать, увеличился относительно этих цифров в разы, в несколько раз. Поэтому, конечно, на нас возлагается еще дополнительная нагрузка для того, чтобы обеспечить надлежащее содержание инфраструктуры, дорог, тротуаров, всего, что необходимо для комфортного проживания наших жителей. На территории у нас работает 36 старост. К сожалению, не все населенные пункты у нас выбрали старост на сегодняшний день. И у нас в ближайшее время будет проводиться кампания по перевыбору. Проходят сроки, в нескольких населенных пунктах у нас будут перевыборы староста, и мы к этому событию готовимся. Ну вот, кстати, институт сельских старост, поскольку вы сказали, что будут проходить перевыборы, это говорит о том, что все-таки недостаточно он пока еще функционирует. Как вообще осуществляется взаимодействие с жителями? Институт старост — это основное связующее звено органов местного управления и жителей. Это очень важная и очень нужная сегодня структура. И вот те старосты, которые были избраны и которые сегодня работают, они оказывают огромную-огромную помощь и поддержку, проводя, первое, это разъяснительную работу с жителями, информационную работу. Они оказывают поддержку в проведении встреч, мероприятий, информируют наших жителей о тех событиях, о тех мероприятиях, которые планируют сопроводиться на территории. То есть это очень важная и очень нужная структура сегодня для муниципалитета. Поэтому, естественно, когда будут проходить перевыборы старост и когда будет непосредственно проходить выборы, мы будем эту работу проводить и поддерживать. По положению мы знаем, что в сходе при выборе старост у нас проводится сход жителей. В этом сходе участвуют только жители, которые зарегистрированы. И легитимным считается выбор старосты при условии, что будет более 50% зарегистрированных жителей, которые выберут кандидатуру, которая будет дальше уже работать в качестве староста. Вы сейчас рассказали про то, как развиваются сельские территории, развивается и инфраструктура микрорайона самого, и продолжается реконструкция очистных сооружений. Скажите, на каком сегодня этапе она? Мы говорим о том, что особое внимание сегодня со стороны правительства Московской области в части надлежащего водоснабжения населенных пунктов уделяется. И существует программа, так называемый «Чистый город», в которую как раз вошла часть объектов, которые находятся в том числе и на нашей территории. Основное – это реконструкция очистных сооружений пироговских. Эта работа подходит уже практически к завершению. В августе планируется уже сдача этого объекта. Эта работа находится под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства, и сроки ее реализации должны быть выполнены вовремя. Кроме этого, у нас планируется реконструкция, модернизация системы водоподготовки ВЗУ «Лесной». И как раз именно эта работа связана с проблемой, которую хотелось бы тоже озвучить – это качество воды в поселке Пироговск. Да, вот, кстати, очень много обращений, в том числе с улицы Фабричной, поступали непосредственно на наш телеканал. И мы несколько раз выезжали, эту проблему освещали. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет моей коллеги Надежды Звягинцевой. Внимание на экран. Сначала пробу уберут на входе на насосную станцию третьего подъема. С ее помощью вода подается в 15-й дом на улице Фабричной. Первая порция сливается на пол, так анализ будет точным. Сегодня мы собрались совместно с управлением компанией, чтобы разобраться по поступающим жалобам на визуально некачественную воду. И поэтому сегодня будет отбираться пробы воды по составу железа и жесткости. Жители микрорайона Пироговский жалуются на некачественную водопроводную воду не первый год. Регулярно из их кранов течет желтая или коричневая жидкость. До сих пор мы, Тичинский водоканал и управляющая компания ООО «Техкомсервис» пытались решить проблему порознь. Теперь сообща. Сегодня мы нашли общий язык, говорили на одном языке. Мы договорились через неделю поставить записывающую аппаратуру совместно с двух сторон. И начинаем решать общую нашу проблему. Отобрали четыре пробы, в том числе в подвале многоэтажки. Их могло быть больше, но желающих впустить комиссию в квартиру не нашлось. Емкости с водой доставили в лабораторию Тичинского водоканала. Ее анализ позволит понять, в какой точке начинается проблема – внутри дома или за его пределами. После положенных манипуляций специалисты подводят итог. Жесткость мы измеряли во всех четырех пробах. Во всех она у нас одинаковая. Результат – 5,42 градуса. Что это значит? Это в пределах нормы. Мы замерили оптическую плотность. Потом по формуле у нас строятся графики. По этим графикам мы определили, какое содержание железа. Среднее содержание железа во всех четырех было 0,17. Миллиграмм на сантиметр кубический. Норма – 0,3. Это меньше. Почти в два раза. Эта встреча – лишь начало сотрудничества. Исследование воды, поступающей в новостройки микрорайона Пироговский, будет продолжено. Алексей Юрьевич, как сегодня обстоит ситуация с качеством воды? Сократилось ли количество жалоб, обращений жителей? Что касается количества обращений, конечно же, оно не сокращается. Мы понимаем, что на качество воды влияет много факторов. И вот правильно в сюжете говорится о том, что необходимо объединить свои усилия. Я взял на себя такую миссию для того, чтобы собрать всех вместе. И провел уже три совещания, на которых мы определили следующие механизмы взаимодействия. Первое, что мы собрали информацию. Я только что озвучил о том, что планируется проведение реконструкции вызова лесной в части водоподготовки. Мы понимаем, что качество воды во многом зависит от водоподготовки. Поэтому и мероприятия, которые будут проводиться, они как раз связываются с реконструкцией установок обезжелезивания, как раз и позволят улучшить качество подаваемой воды в населенный пункт. Следующий момент, на который я обратил внимание, это необходимо было посмотреть все гидравлические параметры и объединить свои усилия следующим образом. То есть мы проработали механизм совместного участия в промывке и опрессовке всех систем. Мною было предложено разработать график. Все системы, которые функционируют по водоснабжению микроэнергии Пироговска, были разбиты специалистами водоканала на 10 участков. По каждому из участков, в соответствии с последовательностью поступления воды в многоквартирные дома, мы составили график по промывке этих участков систем. В чем заключаются совместные действия? График формируется следующим образом. Мы начинаем непосредственно с водозаборного узла, с ВЗУ, начинаем очистку воды непосредственно в резервуарах. После этого приступаем к очистке участков, которые ведут к каждому дому. В соответствии с графиком, почему важно было объединить структуры, которые за это отвечают? Правильно говорится, что водоканал и управляющая компания должны действовать совместно. После того, как будет осуществлена промывка в ВЗУ, будет промывка первого участка трассы, на котором будут сконцентрированы группы домов, это порядка пяти домов. И после того, как будет промыто этот участок, сразу приступает управляющая компания к промывке своих систем водоснабжения. Таким образом, мы идем по каждому участку, промывая полностью, завершая промывку всей системы. Работа эта запланирована на два месяца. Есть график. Мы понимаем, что эта работа, она, конечно, будет связана с тем, что по технологическому регламенту будет отключаться вода. Так вот, график, который мы сегодня вместе с водоканалом и с управляющей компанией утвердили, он у нас уже определяет сроки и время проведения этих работ. Кроме этого, он определяет места, куда будет доставляться вода, для того, чтобы жители могли воспользоваться, если они вдруг не успеют запастись. Конечно же, перед проведением данных мероприятий, жители группы домов, которые будут производиться отключением воды, будут информироваться. И, понятно, место, где будет установлена емкость для набора воды, она тоже будет определено. И в графиках это есть. Итого, вот эта совместная работа позволит нам в течение двух месяцев привести систему водоснабжения жилых домов в належащий вид. Вот еще хотелось обратить внимание на то, что мы в этой схеме не остановились только на взаимодействии управляющей компанией и водоканала. В многоквартирных жилых домах есть система горячего водоснабжения. И, конечно, поскольку сегодня все многоквартирные дома оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами, необходимо в том числе и осуществить промывку и подготовку систем горячего водоснабжения. В том числе фильтр, который установлен на воде дома, они установлены как на трубопроводах холодного водоснабжения, так и на трубопроводах горячего водоснабжения. Итого, вот комплексный такой подход позволит нам надлежащим образом провести промывку и опрессовку, промывку всех систем холодного и горячего водоснабжения и решить проблему с качеством горячей воды. Хотелось бы отметить, что у нас не только в Пироговском есть эта проблема. Управляющая компания, управление заказчиком обозначило еще одну горячую точку. Это у нас поселок КВХ, Клязинское водохранилище, где тоже такая проблема существует. И на этой неделе мы провели встречу уже непосредственно со специалистами водоканала, управляющей компанией и ресурсопоставляющей компанией. Это у нас пансионат Клязинского водохранилища в ЗВУ владеет. Для того, чтобы таким же способом организовать работу, совместную работу по приведению в надлежащий вид систем водоснабжения поселка КВХ. — Также очень много жалоб поступает от жителей в связи с навалами строительного мусора. Пироговский активно застраивается. И вот как раз в прошлом эфире, где как раз в эфире с вашим участием, мы эту тему поднимали. Решена ли проблема на сегодняшний день? И будет ли осуществлена рекультивация территории, куда сваливается строительный мусор? — Мы говорили о том, что территории Пироговского подвержены такого рода навалам строительного мусора. В том числе это касается территории, о которой вы говорите. — Жилокомплекс Афродита. — Это золотое поле. Да, как раз он находится против жилищного комплекса Афродита. И, конечно, жители не могут не видеть, как свалка строительных отходов увеличивалась. Но это было практически полгода назад. И вот в тот момент, полгода назад, мы как раз проводили мероприятие, связанное с тем, что в первую очередь были приглашены сотрудники правоохранительных органов, сотрудники Министерства экологии и природопользования. По данному факту в Министерстве экологии и природопользования были возбуждены соответствующие дела по административному правонарушению. Сейчас этот вопрос находится в стадии реализации, проходят проверки. Я думаю, что в ближайшее время мы получим информацию о том, каким образом, либо за счет собственника, либо за счет каких-то других источников, будет производиться рекультивация данной территории, которая сегодня является таким, как бельмом на глазу, что называется. Она видна, она заметна. Мы практически ежедневно, жители, которые едут в Пирогово и обратно, видят этот навал строительного мусора. Но еще бы хотелось отметить о том, что сегодня, вы знаете, что недавно было послание губернатора, в котором губернатор очень активное внимание уделяет проблемам строительного мусора. Сегодня правительством в Московском области разработаны соответствующие положения, которые определяют порядок регулирования в сфере обращения со строительным мусором. Эти вопросы будут возложены на регионального оператора. В соответствии с этим они обязаны будут привести и подготовить первые объекты для размещения и переработки строительных отходов. И, соответственно, заключить договора на вывоз и утилизацию данных отходов. Это единственная правильная мера, которая позволит нам сегодня привести территории в надлежащий вид. Второе, обеспечить, снизить нагрузку на нашу инфраструктуру, то есть сваливание строительного мусора либо на контейнер-площадах, либо, не дай бог, в лесах, либо где-то на территориях общего пользования, либо на тех участках, которые сегодня не осваиваются. И, конечно же, урегулировать вообще вопросы, связанные со строительным мусором на этапе его образования. То есть основная цель не только построить пункты переработки, но и отслеживать поступление отходов. От этапа образования мы видим, что у нас в городе очень активно сегодня ведется строительство многоквартирных домов. Так вот, именно от этих объектов и образуются вот эти строительные отходы, в том числе Москва рядом. Поэтому основная задача урегулирования взаимоотношений от этапа строительства до этапа его, соответственно, утилизации строительного мусора. Ну, действительно, чем больше строится домов, тем больше жителей, следовательно, тем больше становится в том числе и бытового мусора. Вот планируется увеличить количество мусорных площадок в Пироговском. Как здесь осуществляется диалог с региональным оператором? Ну, что касается населенных пунктов, то мы даже с вами понимать, что дополнительные площадки практически негде строить, потому что мы знаем, что размещение контейнерной площадки связано с очень значительными сложностями, трудностями, потому что не каждый хочет видеть у себя рядом с домом контейнерную площадку, которая иногда, конечно, превращается, имеет место негативное, выглядит негативно. Поэтому наша основная задача сегодня — это содержание и реконструкция существующих контейнерных площадок. В соответствии с постановлением правительства, мы должны все контейнерные площадки привести к единому стандарту. В чем он заключается? Это обязательное наличие на контейнерной площадке укрытия для контейнеров, которые осуществляют сбор, так скажем, раздельных отходов, и серые контейнера, которые предназначены для обычных твердокоммунальных отходов. И обязательно наличие 8-кубового контейнера для сбора крупногабаритного мусора. Эту работу мы должны до конца года выполнить. Программные мероприятия у нас в эту работу запланированы. И еще есть и существуют проблемы взаимодействия с региональным оператором. Они очень остро встали именно в этот весенний период, когда нагрузка на контейнерные площадки возросла. И региональный оператор, к сожалению, не всегда справляется, не всегда своевременно вывозит. Это приводит к навалам, которые необходимо дальше уже решать, как вывозить, как дополнительно делаем заявки. Поэтому здесь бы хотелось отметить, что мы регулярно, ежедневно ведем, первое, это оцениваем состояние каждой контейнерной площадки. У нас существуют службы, которые ежедневно объезжают и оценивают состояние каждой контейнерной площадки. По итогам объезда обязательно формируется либо заявка, если необходимо, если мы видим, что контейнера переполнены или имеют место дополнительно навалы. И кроме этого мы самостоятельно обслуживаем контейнерные площадки. У нас есть так называемые бригады, которые ежедневно объезжают площадки и приводят их в надлежащий вид, но не только к самому площадку, а еще и территорию вокруг них. То есть ежедневный контроль за каждой площадкой у нас осуществляется на сегодняшний день. Эту работу мы дальше будем продолжать, конечно, обязательно. Ну и основная задача, конечно, чтобы площадки выглядели привлекательно, а не как обычно, как помойки, как говорят жители. Поэтому будем дальше продолжать активизировать работу в части приведения наших контейнерных площадок в надлежащий вид. Ну, приводить в порядок, наверное, нужную территорию округа в целом. Тем более, что в апреле было месячником чистоты, чистота — залог комфорта. Вот как жители Пироговского участвовали в субботнике, и какие еще предполагаются мероприятия? Месячник у нас начался в конце марта, но начало апреля. У нас были объявлены месячники по наведению чистоты и порядка. Это были определены треть, десятые, семнадцатые апреля. Это муниципальные так называемые субботники. И 24 апреля все это завершалось областным субботником. Что касается вот этих дней, которые были определены, понятно, что третье апреля погода, к сожалению, была не очень. Было еще достаточно много снега, и не все территории можно было бы войти для того, чтобы убрать мусор. Самая активная фаза у нас как раз наступила 10 и 17 числа. Для того, чтобы организовать мероприятия для всех, кто желал поучаствовать в этом, у нас были сформированы или укомплектованы, правильно сказать, два автомобиля, в которых находилось достаточное количество инструментов. Это грабли, метла, мешки, лопаты, перчатки. Все, что необходимо для проведения мероприятия. Вместе со старостами мы определяли те населенные пункты, где жители хотели бы поучаствовать в этих мероприятиях, привести свои территории в порядок. Приезжали, раздавали им инструмент. Дальше, соответственно, они наводили чистотой порядок. Мы забирали инструменты и, конечно же, убирали тот мусор, который они собрали. В основном эти мероприятия проходили на детских, на спортивных площадках. И жители очень щепетильно относятся к этому, потому что привезти после зимы территорию вокруг площадки – это очень важно, потому что они сами вместе с детьми отдыхают там и проводят достаточно много времени. Поэтому это явилось основным фактором для того, чтобы инициировать жителей вместе, привести в порядок территории. Итого, до 24 числа, кроме того, что в этих мероприятиях, конечно, участвуют жители, подрядчики и наши структуры, конечно, активно занимались уборкой территории общего пользования, также приводили в надлежащий вид газона, тротуары, территории вокруг контейнерных площадок, убирали все те подснежники, которые после зимы у нас, скажем так, вылезали из-под снега. И, конечно, уже к 24 числу территории уже более-менее были в хорошем состоянии. Но были места, которые необходимо было еще дополнительно привести в порядок. Это, наверное, как раз и памятники. Потому что близится 9 мая, наверняка проходила реконструкция. Если мы говорим о памятниках, у нас их 12 на нашей территории. И этому вообще отдельное внимание уделяется, потому что здесь важно не только привести территорию в порядок, но и привести сам мемориал в порядок. Потому что за время зимы где-то красочка исчезла, где-то что-то отвалилось. Поэтому, помимо того, чтобы привести территорию в порядок, необходимо подкрасить, необходимо помыть сам памятник, необходимо провести работы, связанные с благоустройством. Это включая в себя краску бордюрного камня и высаживание цветов. То есть сейчас, на данный момент, эта работа находится, можно сказать, в разгаре. Мы активно готовимся к 9 мая. Она уже у нас практически через неделю, через две. Какие, кстати, планируются мероприятия с участием ветеранов? Именно ветеранов у нас в городском округе много. Я хотел бы отметить, что Совет ветеранов у Пироговских – это очень важный и наиболее масштабный Совет ветеранов. Один, наверное, из самых лучших в Московской области. Он насчитывает более тысячи человек. К сожалению, ветеранов у нас осталось немного, 8 человек. Время идет. У нас ветеран в трудового фронта, более 200 человек. И узники, и вдовы. То есть, конечно же, для них и для нас, для всех, для жителей Пироговска – это очень важное и значимое событие. Мы к этому готовимся. Мы проводим поздравления ветеранов. Обязательно всех до 9 мая поздравим, вручим им подарки. А вот что касается мероприятий, в связи с вопросами, связанными с пандемией, у нас не закончилось. У нас на этой неделе вышло постановление главы, которое определяет порядок мероприятий, которые будут проходить на территории. Все мероприятия не будут носить массовый характер для того, чтобы все-таки постараться избежать вопросов, контактов. Будут проводиться небольшие митинги. В том числе у нас на территориях 9 мая планируется проведение митингов практически на всех памятных местах. У нас проводят захоронения. А время и проведение этих мероприятий будут проинформированы средства массовой информации, доведена информация нашими старствами. Если кто захочет принять участие, пожалуйста, ждем, приходите. Это очень важное событие. Но я думаю, что все мемориалы и так будут посещаться нашими жителями, потому что это важное событие не только для ветеранов, но и для всех тех, кто проживает, для всех неравнодушных к этому празднику. Мы как раз затронули вопрос массовой вакцинации, который сейчас продолжается в нашем округе. Как ведется эта работа на местах? В соответствии с поручением губернатора наша основная задача обеспечить доступность вакцинации. Первое, что необходимо сделать, это проинформировать, и мы этим вопросом сейчас очень активно занимаемся, это проинформировать население о тех местах, где сегодня возможно получить вакцину. У нас, как правило, в городском округе определены в основном торговые центры. Это торговые центры, это поликлиники, в том числе Пироговск, которые находятся у нас. И сегодня уже в населенных пунктах есть так называемые ФАПы. В ФАПах эта работа тоже проводится, но, к сожалению, не везде они есть. И поэтому мы совместно с руководителями администрации, которые отвечают за взаимодействие с медицинскими службами, направляем первую, получаем информацию о количестве желающих провакцинироваться в населенном пункте. И будем направлять туда мобильные автомобили, мобильные, так сказать, ФАПы, которые будут непосредственно проводить эту вакциацию в населенном пункте. Кроме этого, мы ведем работу совместно с СНТ и коттеджными поселками. Их у нас в общей сложности 66. Взаимодействуем с председателями, которые тоже проводят разъяснительную работу и опрашивают население на предмет вакцинации. Мы тоже будем выезжать в СНТ и в коттеджные поселки, направлять мобильные бригады для того, чтобы организовать вакцинацию в том числе непосредственно в садоводческие товарищества. Конечно, эта работа не завершается. Мы активно взаимодействуем с председателями. Сейчас как раз СНТ входит в активную фазу проведения своих собраний. И, конечно же, важно будет, когда собирается значительная часть жителей СНТ или коттеджного поселка, проинформировать их и по возможности даже привиться непосредственно при проведении этих мероприятий. Алексей Юрьевич, завершая наш сегодняшний разговор, хочется, наверное, все-таки еще затронуть тему, что все в предвкушении лета. Такая затяжная у нас была зима, очень обильная на осадке. Люди действительно ждут лета. И в Пироговске будет наверняка стекаться много народу. Здесь одно из крупнейших водохранилищ Подмосковья. Как планируете его благоустроить? Я знаю, что есть план благоустройства Клязьмы. Расскажите об этом подробно. Что ожидает жителей, как им станет комфортнее отдыхать? Что касается очистки реки Клязьма, это федеральная программа, которая включает в себя очистку русла реки Клязьма, начиная от Платины до Пушкинского района. Эти работы уже начались. Начались они еще в зимний период. Вышел подрядчик, который подготовил площадки для того, чтобы организовать проведение этих работ. В чем оно заключается? Специальные машины будут откачиваться ил по руслу реки, складываться в соответствующие мешки. Дальше он будет обезвоживаться и вывозиться. Это мероприятия, которые предусмотрены по очистке реки Клязьма. Работы уже начались, будут дальше продолжаться. Я просто знаю, что сейчас существует какая-то проблема, связанная с подрядчиком. По ходу происходит замена подрядчика. Но в любом случае, поскольку это все-таки на контроле правительства Московской области, работа будет дальше продолжаться и завершена. Что касается непосредственно нашей береговой зоны, зоны водохранилищ, у нас на территории один муниципальный пляж официальный, это Ново-Александрово, остальные коммерческие и частные пляжи. Что касается работы, есть соответствующая служба, которая отвечает администрация за взаимодействие и проверку организации зон отдыха, они в ближайшее время уже приступят к работе, будут объезжать, будут браться пробы воды, будет смотреться инфраструктура, которая должна соответствовать требованиям, прежде всего, Роспотребнадзора. Ну и, соответственно, каждый объект, каждая зона отдыха, она будет приниматься и даваться разрешение. В местах, где у нас зона отдыха не оборудована, будут устанавливаться таблички, соответствующие запрете купания. Мне кажется, на эти таблички особо никто не реагирует. Все равно все жители, особенно в жаркий день, стремятся окунуться в наше замечательное водохранилище. Вот. Проблема, с которой мы встречаемся ежегодно, это транспортной загруженности. К сожалению, в хорошие выходные, в хорошие ясные солнечные дни, особенно выходные, нагрузка на инфраструктуру, на дорожную сеть резко возрастает. Вот. И, ну, надо быть всем готовым, что придется иногда постоять и в пробках, как и в ту сторону, так и в обратную. Вот. Но мы знаем и, значит, о том, что сегодня губернатор активно огромное внимание уделяет развитию транспортно-дорожной сети. У нас идет строительство трассы Болтяно, Тарасовка-Болтяно, которая проходит через Пироговский лесопарк, активно уже ведется. То есть вопросы развития дорожной сети находятся под контролем губернатора, и мы, естественно, тоже должны контролировать. Поэтому будем надеяться на то, что инфраструктура дорожных сетей у нас будет улучшаться. Спасибо, Алексей Юрьевич, за то, что откликнулись, ответили сегодня на многие волнующие вопросы. Я напомню, гостем нашей студии был исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Матищи Алексей Юрьевич Калинин. Оставайтесь с нами через несколько минут на Первом Матищинском информационной программе «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова